сейчас я как сержант вооруженных сил украины буду придавать оптимизма согражданам нагло пользуясь генерал-полковником вооруженных сил российской федерации здесь у меня афоризм умные ссылаются на факты глупые на авторитеты но тем не менее несмотря на этот афоризм собственно я понимаю что когда я там говорю россия будет первой страной мира которая съела моль или после аннексии судят в третий рейх просуществовал 7 лет и российская федерация после аннексии крыма просуществует не намного дольше в четырнадцатом году говорю это говорит кто это говорит мобилизованный сержант вооруженных сил украины до мобилизации рабочих за станком но если у нас более информированные люди как например генерал-полковник ивашов и сейчас я буду его цитировать его обращение он председатель офицерского собрания это обращение 21 января 2021 года за месяц 22 января за месяц до начала крупномасштабной войны он его сделал открытое письмо написал я не нашел его в открытом доступе это уже вымарали его отовсюду мне пришлось использовать веб-машин тайм веб-машин то есть то что сохраняет стертые копии в интернете и так будет длинно нудно но она того стоит послушать еще раз за месяц до вторжения россии крупномасштабного 22 24 февраля сегодня человечество живет в ожидании войны а война это неизбежный человеческий жертву разрушения страдания больших масс людей жизнедеятельности государства народов большая война это огромная трагедия чего-то тяжелое преступление так случилось что в центре этой грозящей катастрофы оказалась россия пожалуй это впервые вы в истории оля-ля ранее россия ссср в скобочках вела вынуждены справедливые в скобочках я бы поставил в кавычке чисто войны и как правило когда и много выхода не оставалось когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой а что сегодня угрожает существование самой россии если такие угрозы это человек который был что-то там начальником короче потом сами найдете если заинтересуетесь генерал-полковник российских вооруженных сил в отставке же по что сегодня угрожает существование самой россии и если такие угрозы можно утверждать что действительно угроза на лицо страна на грани завершения своей истории good for you все жизненно важные сферы включая демографию устойчиво деградируют а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды и деградация носит системный характер в любой сложной системе разрушения одного из элементов может привести к обрушении всей системы сорян и это на наш взгляд это же председатель офицерского от этого собрания и это на наш взгляд главная угроза российской федерации но это угроза внутреннего характера исходящая от модели государства качество власти и состояния общества и причины и причины его формирования внутренней нежизнеспособность модели государства полная деть недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления пассивность и неорганизованность общества в таком состоянии любая страна долго не живет что касается внешних угроз они безусловно присутствуют но по нашей экспертной оценке они не являются в данный момент критическими непосредственно угрожающими существование российской государственности и и жизненно важным интересом сохраняется в целом стратегическая стабильность ядерное оружие находится под надежным контролем группировки сил нато не наращиваются угрожающие активности не проявляют поле ты не знаешь что тут будет у нас финляндия тут уже в надо так дальше поэтому нагнетаемый вокруг украины ситуация может носит прежде всего искусственный корыстный характер для неких внутренних сил рф в том числе в результате распада ссср в котором решающее участие приняла россия ельцин украина стала независимым государством членом оон и в соответствии со статьей 51 устава он имеет право на индивидуальную и коллективную оборону руководство рф до сих пор не признала результатов референдума независимости днр и лнр но это на тот момент январь 21 года при этом она пою декабрь господи декабрь 21 года я сказал январь отставить январь 22 года ладно внизу там подписывай сейчас посмотрим руководство до сих пор не празднула лнр днр при этом на официальном уровне не раз в том числе в ходе минского переговорного процесса подчеркивала принадлежность территории и населения к украине также не разговаривалась на высоком уровне о стремлении поддерживать нормальные отношения с киевом не выделяя особые отношения с днр и лнр вопрос отворимом со стороны киева геноциде в юго-восточных областях не поднимался него он не в бассе в россии имеется естественно для того чтобы украина осталась дружественным соседом для россии необходимо было продемонстрировать для него привлекательность российской модели государства и системы власти но рф таковой не стала ее модель развития и внешнеполитический механизм международного сотрудничества отталкивают практически всех соседей и не только не только соседей имеется ввиду обретение россии обретение 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 аннексия обретение россии крыма и севастополя и не признание их российских со стороны международного сообщества и не признание их российскими со стороны международного сообщества я повторюсь в скобочках, а значит подавляющее число государств мира, а по-прежнему считают их принадлежащими к Украине в скобочке загрывается убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики и привлекательность внутренней и непривлекательность внутренней попытки через ультиоматумы, угрозы применения силы заставить полюбить в кавычках Российскую Федерацию и ее руководство бессмысленны и крайне опасны применение военной силы против Украины во-первых, поставят под вопрос существования самой России как государства в 2014 году я это написал, я сержант тогда еще младший во-вторых, навсегда сделать русских украинцев смертельными врагами в точку, генерал-полковник в-третьих будут с одной и с другой стороны тысячи в скобочках, десятки тысяч у нас сотни тысяч уже погибших молодых здоровых ребят что безусловно скажется на будущее демографической ситуации в наших вымирающих странах на поле боя если это случится российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими среди которых будет много русских ребят о да, у меня в 2014 году старшина был русский а белорус комбатом а сейчас у нас вообще командующие сырские русские в уголе луга но с военнослужащими и техникой многих стран НАТО а государства членов НАТО Альянса обязаны будут объявить России войну ну, не объявили но может еще подождем может они что-то там размораживаются потихоньку президент Турецкой Республики Эрдоган четко заявил на чьей стороне будет воевать Турция и можно предполагать что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано освобождать в кавычках Крым и Севастополь и возможно вторгнуться на Кавказ ну, этого пока не произошло надеюсь пока кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран угрожающих миру и международной безопасности обложена тяжелейшими санкциями превратится в изгоя мирового сообщества и вероятно будет лишена статуса независимого государства ну, пока все идет как планируется все идет по плаву как говорил Владимир Владимирович Пукин не понимать таких последствий президенты правительства Министерства обороны не могут не настолько они глупы я, кстати, то же самое думал я когда жене говорил, что не нападут я говорю, ну они же не идиоты оказалось, нет, идиоты ну, ладно возникает вопрос а каковы истинные цели провокации провоцирования напряжения на грани войны и возможного развязывания широкомасштабных военных действий а что таковые будут говорит численность и боевой состав формируемых сторонами группировок войск не менее чем по 100 тысяч военнослужащих с каждой стороны Россия, оголяя восточные рубежи перебрасывает соединение границ с Украиной по нашему мнению руководство страны понимая это Россия имеет цену что вывести страну из системного кризиса оно не способно а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране при поддержке олигархата коррумпированное чиновничество прикормленных СМИ и силовиков решило активизировать политическую линию на окончательное разрешение российской государственности и истребление коренного населения России аллилуйя и война является тем средством которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства другого объяснения мы предположить не можем от президента РФ мы офицеры России ну то есть он требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны в которой Российская Федерация окажется в одиночестве противообъединенных сил Запада ну тут он чуть-чуть прогадал Северная Корея по прежде мы с вами в Эмирашке и Иран там тоже шахедовым поставили так что чуть-чуть он промахнулся ну в общем-то когор то у вас блин скажи мне кто твой друг я скажу кто ты да еще раз от президента РФ мы офицеры России слава богу не я офицер России требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада создать условия для реализации на практике статьи 3 Конституции РФ и уйти в отставку ну вот это я против Мавр должен делать свое дело и доконать эту вымиражку я про Путина конечно Россия будет первой страной мира который сел омоль личный афоризм пользуйтесь обращаемся к всем военнослужащим запасам отставки гражданам России с рекомендацией проявить бдительность организовать сотнями тысяч они тут дохнут у нас под работой на трупы валяются бдительность они проявили ну это у меня это и от себя бдительность организованность поддержать требования Совета общероссийского офицерского собрания активно выступить против пропаганды развязывания войны не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы это у мэра пропригожина председатель общероссийского собрания офицерского собрания генерал-полковник и вошел ЛГ 28 января 22 года о 28 января 22 года вот такие пироги ребята так же когда я говорю что там Украина ведет мы сейчас с Россией сцепились да вроде Украина маленькая Россия огромная с ресурсами но это борьба где Россия проводит болевые приемы уничтожая сжигая семьи в Харькове разрушая дома инфраструктуры города а Украина в этой борьбе как дзюдоисты этому пляшил я тоже дзюдо занимался объясняю а мы проводим удушающие и конечно болевое мы выносим болевое мы два года уже эту боль терпим и вытерпим потому что блин нафиг не на тех я 12 12 июня 2014 года сказал россияне говорим как украинец не на тех блин напали мы это выдержим но вот это наш удушающий прием наш не только украины конечно не только вот этот Куников который пошел к дну наших чисто украинских действий но и объединенные силы запада как правильно сказал генерал-полковник Ивашов у которого мозги по-моему побольше чем у Пукина этот удушающий прием он придет к тому что в какой-то момент на вот так отключится сознание и российская федерация посыпется в ад к дьяволам туда где сейчас советский союз и российская империя аллилуйя субтитры